Мы продолжаем нашу серию интервью с известными общественными и политическими деятелями для того, чтобы лучше понять то, что происходит в Беларуси и как на это реагирует в мире. Сегодня у нас в гостях известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Алексей, рад приветствовать из легендарного Варшавского офиса. Рад, что все в порядке, со здоровьем, рад видеть жизнерадостного человека. Первый вопрос. Алексей Навальный подписан на НЕХТА? Спасибо большое, что позвали меня. Я рад приветствовать ваш легендарный варшавский опыт из немецкого леса. Мне пришлось ехать специально в другой город, чтобы была возможность поговорить с вами, потому что с интернетом все очень плохо. И, конечно, я подписан на вас. Я являюсь одним из миллиона или огромного количества ваших подписчиков. Вы делаете огромное дело. Большие молодцы. И мы внимательно смотрим, потому что, понятное дело, что все, что делает Лукашенко сегодня, это то, что будет делать Путин завтра. Поэтому, в общем, все технологические приемы, которые вы испытываете, мы внимательно изучаем. Когда вы вышли из комы и уже были в состоянии воспринимать информацию, какая была первая реакция именно на белорусские события? Это довольно смешная история. Честно говоря, я ее не помню. Я ее помню скорее в пересказе с жены, потому что был какой-то период, когда я уже вышел из комы, но я еще не вставал с кровати, ну, не совсем адекватно воспринимал реальность. И я могу сказать спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что первый мой смех, связанный с выходом из комы, был как раз благодаря ему. Жена мне включила, она рассказывала какие-то события, я включила в эту самую запись, перехваченный разговор какого-то там Билла и Тома между какой-то польской разведкой и ЦРУ, связанной с моим отравлением. Она сказала, что мне не было понятно вообще, понимаю я или нет, но в какой-то момент я, значит, на всю палату засмеялся веселым радостным смехом. Ну, когда, естественно, я уже начал соображать, на самом деле соображать, конечно, я с первым делом поинтересовался, что происходит в Хабаровске и что происходит в Беларуси. И что происходит в Беларуси? То, что сейчас происходит в Беларуси, это революция, это эволюция сознания, это массовые протесты, которые пока ни к чему не привели, что это? Это все вместе, они, конечно, уже ко всему привели. Ну, слушайте, самое досадное, что сейчас приходится слышать про Беларусь, но это скорее не от Беларуси, а не от белорусов, а в России многие деятели ноют. Ну вот как же так? Боже мой, вы представляете, уже два месяца люди ходят, а по-прежнему ничего не добились. Но 26 лет человек устраивал авторитарный режим, устроил его, полностью контролирует выборы, полностью контролирует телевидение, суды, вообще абсолютно все. И то, что мы видим сейчас, это совершенно потрясающее изменение, которое происходит. И обратно это уже там провернуть и вернуть вот в ту точку 4 месяца назад абсолютно, конечно, невозможно. А в Беларуси происходит революция, в Беларуси происходит изменение сознания. Наверное, впереди еще совершенно точно, впереди большой непростой путь. Но, честно говоря, я уверен в победе белорусов, и я абсолютно восхищен всеми теми людьми, которые выходят на улицы, которые участвуют в забастовках, восхищен тем, как действует там лидера Тихановская, стойкостью тех людей, которые сидят. Поэтому, ну, с моей стороны, я считаю, что одноментальной победы не произошло. К сожалению, хотелось бы выйти один раз на улицу и сразу победить. Но, безусловно, это может быть спираль, это точно не круг. Это спираль, которая идет вверх, но вверху будет победа. Надеемся, очень надеемся. А если говорить вот как раз о синхронности протестов в Хабаровске, в Минске, в Беларуси, в других городах, если глобальнее, может быть, с протестами это протесты все-таки из-за конкретно одного-двух человек, как там был в Хабаровске фургал, в Беларуси Лукашенко, или это что-то более глобальное, это недовольство вообще тем, как развиваются события в мире, усталость из-за пандемии. Как это объяснить? И вот если сравнить Хабаровск и Беларусь. Я бы не называл это синхронностью протестов. Я бы это называл, скорее, синхронным безумием лидеров. То, что происходит в Хабаровске, это абсолютное беззаконие. То, что происходит в Беларуси, ну, это какое-то беззаконие, помноженное на 10. А протесты – это уже следствие. Люди не хотят и уже не могут в какой-то момент это терпеть. Наверное, здесь, конечно, большое влияние имеет такой поколенческий сдвиг. Очевидно совершенно, что огромное количество людей, ну, младше 30 лет. И старше тоже совершенно, но, я думаю, подавляющее большинство тех, кто младше 30 лет, они понимают, что из Лукашенко в Беларуси, из России абсолютно нет никакого будущего. Поэтому, опять же, просто сама жизнь их выталкивает на улицу. Ну, потому что люди понимают, что участвовать в протестах – это важнее всего сейчас. Это важнее, чем идти на работу, это важнее, чем учиться. Это важнее, чем делать любое дело, потому что твое участие в протесте определяет твою дальнейшую судьбу. А с этими лидерами, с Лукашенко и с Путиным никакого будущего нет. Поэтому просто мы видим наступление этого тоталитарного безумия, наступление людей, которым плевать на всех. Вот я хочу убрать фургала, украсть его и увезти. Я это сделаю. Я хочу наплевать на Тихановскую, подделать выборы и разогнать всех и сбить. Я это сделаю. Люди выходят на протест ровно поэтому. Это не то, что одновременно всем в голову пришла идея, а давайте выйдем на улицу. Нет, люди просто реагируют на безумие диктаторов. Существует такое мнение, что Кремль всячески поддерживает Лукашенко, хоть и не совсем любит, но вынужден. А вот если он увидит какие-то значительные выгоды для себя, уступки со стороны Европы, может он перестанет поддерживать режим Лукашенко? Ну, здесь никакого мнения нет. Путин, безусловно, поддерживает режим Лукашенко. Но я бы сказал неправильно считать, что Лукашенко это некий младший партнер Путина. Скорее наоборот. Лукашенко это его старший брат и папочка. Все, что делает Путин в России, абсолютно все, всему научился у Лукашенко. Просто делает это за запоздание в пять лет. Когда в России еще штрафовали, в Белоруссии сажали на административные аресты за протесты. Потом у нас это применили. Все фальсификации на выборах были взяты с Белоруссии. Вот это трехдневное голосование взятое с Белоруссии. Вот это совершенно фантастический уровень лжи. Путин всегда был довольно лживым человеком. Но так отчаянно, и я бы даже сказал лихо врать, конечно, научился у Лукашенко. И в этом смысле я думаю, что, конечно, Кремль не испытывает никаких там особенно теплых чувств непосредственно к нему. Однако же для Путина совершенно убийственно, если белорусы сейчас, в результате революции, мирные, как мы наблюдаем, все-таки смогут отстранить его от власти. Потому что для всей России это будет сигнал о такой надежде. Ну, потому что, давайте честно скажем, казалось, что везде произойдут революции. Ну, типа, везде. Но только в Белоруссии никогда ничего не случится. И то, что именно сейчас в стране, где максимальный уровень тоталитаризма, ну, наверное, где-нибудь в Туркмении, еще больше на территории бывшего Советского Союза. Но Лукашенко, безусловно, один из лидеров. То, что эти события происходят в Белоруссии, это что-то ужасное совершенно для Кремля. Потому что они же реализовывали его сценарий. И сейчас они увидели, что этот сценарий приведет к краху и приведет к революции самых терпеливых людей на свете. И это для них очень-очень плохо. И что бы ни пообещала Европа, я не думаю, что как-то Кремль специально будет сдавать его. Однако, возможно, что когда они уже увидят, что все, Лукашенко сдал сам себя, тогда они предпримут какие-то действия. К слову, затронули характер белорусских протестов. Они действительно мирные, как бы режим сейчас не пытался их показать такими радикализованными, с помощью различных провокаций. Сами себя там уже и коктейлями Молотова бросают. Разделяете ли вы восхищение белорусскими протестами вот как такими необычными? Мирный характер, роль женщин, социальный охват от студентов, пенсионеров, инвалидов, отсутствие лидеров вообще каких-либо, потому что все сидят. Это действительно уникальное, на ваш взгляд, явление? Это действительно уникальное явление. Ну, любой протест – уникальное явление. Абсолютно. Какие-то параллели можно проводить, но то, что происходит в Беларуси, оно уникально, во-первых, потому что оно случилось. Во-вторых, вы совершенно правильно сказали роль женщины. Действительно, она очень важна и принципиальна. Я думаю, что если бы не было этого катализатора. Вот в том удивительном коктейле, который случился месяц назад, ну, несколько месяцев назад, извините, арестованные лидеры, новое голосование, большая усталость, падение уровня жизни. Но катализатором, наверное, стали те три самые женщины, которые совершенно потрясающе храбро себя вели. Этого всего бы не случилось. Я, поэтому, да, конечно, я восхищен. Слушайте, я восхищен любыми людьми, которые выходят на улицу, отстаивают свою свободу. Тем более, что это действительно опасно делать в Беларуси. И теми людьми, которые участвуют в забастовках, это действительно потрясающе. Тем не менее, генералы силовых структур, судей ОМОН буквально упиваются своей безнаказанностью. И, ну, они рассчитывают, что, видимо, эта власть вечная, они будут безнаказаны вечно. На самом деле, что на это говорит мировая практика? И такие преступления могут ли вообще остаться безнаказанными? Я думаю, что они, конечно, на это не рассчитывают. Ну, просто другого выхода нет. А какой выход уже есть? Просто когда ты уже один раз избил этих людей. И вот ваш, я так понимаю, сегодня отставленный министр внутренних дел, это же совершенно безумный человек. Это самый настоящий преступник-террорист. Ему место в тюрьме просто-напросто. Он уже борется за свою жизнь. Конечно, они понимают, что это не может быть навсегда. Но они делают все возможно. И их уже в каком-то смысле охватил такой градус отчаяния. Они же видят, что страна выходит из-под контроля. Да, с формальной точки зрения, по-прежнему суды за ними, телевидение за ними. В кабинеты протестующих не пустили. Но улицы абсолютно находятся за протестующими. И это может продолжаться какое-то время. Но опять же, ни Лукашенко, ни его власть, ни чиновники, ни судьи, они никогда не вернутся в ту точку, когда существует и консенсус, что это нам не нравится, но как бы оно вроде законно. Сейчас все понимают, что да, власть у них за счет силы, но это абсолютно незаконно. Поэтому я думаю, что сейчас Лукашенко вместе со всей своей элитой, которой не так много на самом деле, они играют в игру «Кто кого переупрямит». Поэтому просто важнейшая задача не уйти, не разочаровываться, не слушать этих вот нытиков, которые говорят «Ой, протест дулся», «Ой, вот как же так, вот мы снова не свергли его». Просто это сейчас такая тяжелая работа, которая даст большой выигрыш, новую нормальную жизнь. Работа идет, но нужно делать и работу над ошибками. Какие ошибки допустил Лукашенко и команда Тихановской? Какие ошибки допустил Лукашенко, понятно какие. Он вцепился в власть, руками, зубами, не хочет ее отдавать никому. Сегодняшнее заявление, я читал его, но оно просто повергло меня в шок. Вот эти вот дружины. Давайте мы будем вооружать народную дружину, но это же просто самый настоящий призыв к гражданской войне. Никак иначе это воспринимать нельзя. Он просто говорит, давайте просто возьмем какую-то часть населения, дадим им, я не знаю, автоматы или арматуру, и пусть она бьет другую часть населения. Это самый настоящий призыв к гражданской войне. И ошибка Лукашенко, ну помимо того, что он хочет отцу власти, он реально считает, что можно разрушить всю страну, вообще все на свете, лишить будущего миллиона людей просто ради того, чтобы конкретно одному человеку сцепиться в кресло, и это сработает, это поможет ему. Нет, мне кажется, это не сработает. Что касается Тихановской, она не совершала никаких значимых ошибок. Тут очень важно понимать, что не существует безошибочного пути, понимаете? Это же не контрольная работа по математике. Когда вот есть без ошибок и есть с ошибками, никто не знает, как нужно на самом деле. И я думаю, что и Тихановская, и вообще в целом белорусская оппозиция, я имею в виду в смысле основной инфраструктуры, это и вас касается, между прочим, всех лидеров вы сейчас в очень сложной ситуации находитесь, потому что, ну, какой-то первый эмоциональный прорыв прошел, наступило время тяжелой работы, все переругались, все сидят без денег, там что-то делить, и это, конечно, ну, это жизнь, иначе случиться не может, поэтому просто задача сейчас не пытаться проанализировать, какие там были сделаны ошибки, вот там секунду назад, а просто в будущем действовать, стараться действовать без этих ошибок. Ну, Тихановская делает, как мне кажется, все, что может. Я не могу сказать, что я супер погружен во все, но из того, что я наблюдаю, мне кажется, она делает все, что можно, и очень важно поддержать ее и других лидеров, ну, и вообще всех, кто стоит на каких-то лидерских позициях. Вот вы сказали, что классная вещь относительно то, что безлидерный протест. Это действительно классная вещь, но это не так. В Белоруссии нет никакого безлидерного протеста. Нехто в организационном смысле является, конечно, лидером белорусского протеста, одним из лидеров. Тихановский, сидящий в тюрьме, лидер. Тихановская и остальные, Колесникова, они, конечно, лидеры. И безлидерного протеста не бывает, все равно все в конечном счете упирается в людей, и этих людей нужно поддерживать всеми силами. Да, это на самом деле очень важно. Тем не менее, власть, понятное дело, пытается хоть как-то держаться на плаву, хоть какие-то средства для того, чтобы оставаться еще в тонусе, предпринимать. Это, как и сегодня были эти народные дружины, это угроза отчисления студентов. Сегодня границу вообще непонятно. То ли закрыли, то ли постоянно, то ли временно. Помним разговор Ника и Майка между Варшавой и Берлином, который помог выйти из кома вам. На самом деле, вот почему режим на такие смешные и нелепые штуки идет? Неужели нету действительно каких-то других вариантов, более логических, более нормальных для сегодняшнего времени и общества? Какой-нибудь стол переговоров, вот этот неудачный поход его в СИЗО тоже опять ни на что не повлиял. Ну, смотрите, здесь же такая же зеркальная ситуация, как с оппозицией. Вы говорите, там работа над ошибками. Какие ошибки совершены? Так и Лукашенко. Но он же сидит, он не понимает, что нужно делать. И за эти, сколько, 28 лет постепенно, безусловно, власть деградировала. Люди вокруг него деградировали. И он делает довольно безумные поступки, потому что просто не понимает, что делать. Вот он видит, что молодежь. И он сейчас обозлился на всю молодежь. И он ведет, в принципе, широкомасштабную войну с белорусским народом в плане того, что с целыми поколениями белорусского народа. Он сегодня заявил, что он не будет признавать дипломы, не будет выпускать, будет всех отчислять. При этом как бы всем понятно, что ты можешь как-то идеологически с кем-то бороться, с тем, кто не разделяет твои взгляды. Но твой попыток бросить вызов и объявить войну всем, кто... В принципе, всем молодым она обречена на провал просто в любом случае. Но он не знает, что делать. Он просто вцепился во власть и тоже делает хаотические движения. Поэтому просто нужно очень хорошо понимать. Очень страшно стоять на митинге, когда в тебя стреляют этими резиновыми пулями и могут тебя избить. Но все должны понимать, что те люди, которые вцепились в эти кресла в кабинеты, они боятся в 10 раз больше. И поэтому они делают эти странные идиотские поступки, просто потому что они не знают, что нужно делать. Я знаю, что Лукашенко довольно внимательно следит за моей деятельностью. Я думаю, что он этот эфир посмотрит. Поэтому, если уж такая есть возможность, ну, вот, как мне кажется, безошибочным действием Александр Григорьевич было бы следующее. Нужно получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции, от России, от Германии, от США. Не знаю, бумажки подписать. Объявить какой-то пакт национального перемирия. Объявить новые выборы. И с этими гарантиями безопасности отрезать себе где-нибудь там 20 километров Беловежской пущи и в ней жить. И пусть изберут нового президента, уехать в Россию или еще чем-то заниматься. Любой другой вариант даст возможность, наверное, сколько-то месяцев, может быть, сколько-то лет еще остаться у власти, но все закончится гораздо-гораздо хуже. Поэтому я все-таки надеюсь, что... Вот это был бы хороший вариант. Но сами понимаете, для него он не звучит как хороший вариант. Что делать нам, как белорусам и тем, кто помогает координировать народные движения сейчас дальше? Уже испробованы многие способы протеста, начиная от уличных движений до экономических, неоплаты коммуналки, проб отзыва своих депутатов. Что делать дальше? Как оставаться в тонусе и продолжать сопротивление? Во-первых, давайте честно скажем, я не являюсь каким-то профессором протестных наук. Если бы я знал, что делать дальше, Путина бы не было в России. Поэтому тут тоже... Это все-таки в известном смысле рассуждения пикейных жилетов. Однако же настойчивость. То есть просто не отступать. Конечно, главными механизмами сейчас уже на этом этапе являются только уличные протесты и забастовки, конечно. Мы видели, что комбинация вот этих двух, она ломает любое, абсолютно любого диктатора рано или поздно. Я думаю, что забастовки которые сначала вспыхнули, потом их вроде подавили в какое-то время, сейчас они снова начинаются. Вот туда нужно инвестировать много-много усилий. Продолжаю убеждать всех, что всех не уволишь. Забастовка же хороша чем? Что она не такая страшная. Всех уволить невозможно. Особенно квалифицированного рабочего. Ну, уволишь его, конвейер остановится. И в этом смысле даже может быть забастовка без объявления забастовки. Итальянская забастовка. Какое-то общее такое вот, то, что называется, забить. Это является весьма эффективным способом борьбы, потому что режим рухнет именно таким образом. Но самое главное просто вера в себя, настойчивость и не обращать внимания на тех людей, которые просто бесконечно ноют и говорят, ну, вот типа протест сдулся и так далее. Это, это вы знаете ли, классика. Это что в России, что в других странах. Вот как только я вижу, что какой-то человек начинает писать, ну, как же так, вот белорусы делают что-то не то, что же они не штурмовали Акрестина? Ну, наверное, это был бы нормальный вариант штурмовать Акрестина. Но ведь нужно понимать, что несколько человек, которые побегут штурмовать, они, в общем-то, могут и пули получить. Я знаю одно. Закон заключается в том, что все люди, которые так максимально радикально пишут, что они, конечно, вот дают советы по поводу, как нужно в первых рядах куда-то штурмовать. На реальной митинге, вот в России, я никогда их не вижу. Когда происходят аресты, задержания или еще что-то, все эти такие бойцы, они никогда не существуют в реальной жизни, они дают только много советов в интернете. На них не нужно обращать внимание, нужно просто настойчиво двигаться, понимая то, что, в принципе, белорусская революция, она еще очень-очень молодая, она еще маленькая. Несколько месяцев. Это очень маленький срок для того, чтобы сломать режим, который 28 лет он строил. Он 28 лет занимался тем, чтобы построить систему, которую нельзя сломать. Вот за два месяца ее не сломали, но, прямо скажем, очень сильно порушили. Страна совершенно другая. Поэтому просто настойчивость и вера в себя. То, чего больше всего боятся российские пропагандисты, ну и, соответственно, Кремль настойчивости, веры в себя и того, что в случае успеха белорусских протестов протесты начнутся и в России. Действительно ли белорусские протесты могут стать примером для российского общества? Они уже являются примером. Они являются уже кошмаром Кремля. Они являются, безусловно, очень вдохновляющей вещью для любых людей в России. И если, ну, знаете, отношение к Украине и украинским революциям, двум, там, разное, оно все-таки раскололо российское общество, то мне кажется, даже несмотря на все действия пропагандистов, отношение к тому, что происходит в Беларуси и в России, ну, довольно однозначно большинство граждан. И мне кажется, даже социология показывает, что, в общем-то, россияне, граждане России довольно позитивно смотрят на происходящее, ну, потому что все-таки Лукашенко 28 лет сидит и все безумнее и безумнее выглядит. И, безусловно, это не случайно, то, что идет такая перекличка постоянно между Хабаровском и Минском, да, во время этих протестов. Поэтому, конечно, да, как я уже сказал, Путин, это старший, извините, Лукашенко старший брат Путина. И если белорусский народ сможет прогнать какого-то безумного старшего брата, который ломает все в квартире, куда-то уже наконец-то выгнать его из этой квартиры, то, наверное, в квартире младшего брата тоже возникнет больше надежд. Будем надеяться, на самом деле очень на это надеемся, что белорусские протесты... Ведь действительно, три года назад еще никто бы в Беларуси, даже среди моих знакомых я проводил опросы, никто бы не предположил. Я признаюсь в стыдные вещи. Я даже там в фонде борьбы с коррупцией с несколькими людьми спорил, будет ли что-то, какое-то развитие после того, как Лукашенко очевидно подделает выборы. И вот я скорее был, мне сейчас стыдно в этом признаваться среди скептиков, которые говорили, ну, то есть он просто всех в первый день разгонит, всех изобьет, и на этом все закончится. И я... Мне стыдно признаваться в том, что я так считал, но я ужасно рад, что я ошибался. То есть он, да, он разогнал, он избил, но ничего, этим ничего не закончилось. Это... Это... Это невозможно предоценить. Никто не мог себе этого представить. Как вы правильно говорите, кто бы три года назад сказал, что в Минске будет два месяца происходить протесты, несмотря на резиновые пули, избиения, похищения и всякое такое. Ну и последний вопрос хотел бы от себя лично. Все-таки вы объявили о своем намерении вернуться в Россию. А что вы можете посоветовать мне в моем случае, потому что я вернуться не могу, как известно, там минимум три уголовных дела уже. И, насколько я понял, вы приостановили свой YouTube-канал до возвращения в Москву. Это настолько прямая связь, что нужно находиться именно лично там. У нас с вами все-таки разные, не разные немножко роли. В вашей конкретной ситуации, поскольку вы возглавляете, ну или там вместе с командой делаете очень важный инфраструктурный проект. Если вы сейчас возьмете и поедете все в Минск, то вас просто всех арестуют и не будет важнейшего инфраструктурного проекта. И лично я и много других людей, миллион других человек не будет получать новости. Поэтому в вашей ситуации возвращаться сейчас в Минск просто глупо. И все, кто говорит, ах, вот они там из Польши, пусть они возвращаются, ну, то есть это они просто говорят глупость, они не понимают. Моя ситуация немножко другая. Я все-таки политик, и это выбор каждого. Я ни в коем случае никогда не осуждаю людей, которые по тем или иным причинам вынуждены работать из-за миграции или из-за изгнания. Но конкретно для себя я свой выбор сделал, я вернусь, я не приостанавливал YouTube-канал, вот сейчас я вам дам интервью, выйду в прямой эфир каналовальный лайф, который работает. Просто мне кажется очень важным делать что-то, в частности вести прямые эфиры, находясь в Москве, разделяясь рисками с людьми. Но это индивидуальная ситуация, нельзя экстраполировать. Конкретно здесь и сейчас вам нужно сидеть, где вы находитесь, делать свое дело и стараться делать его лучше. Вот и все. Вы хоть на Луне можете находиться, главное, чтобы не прекращался поток новостей, потому что это самое важное. Ну а я вернусь, потому что мое место там. Хорошо, надеюсь, в ближайшем будущем сможем встретиться уже и в Минске, или в Москве свободно, в свободных странах. Спасибо большое за то, что делаете. Счастливо. И за это интервью. До свидания. Пока. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если хотите, чтобы таких роликов в будущем было еще больше, оставляйте свои комментарии, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!